Всем привет, друзья! Это снова проект Путь Леопардов, и сегодня мы отправляемся на зеленый выезд по маршруту Казань-Уфа. Поехали! А теперь мы на раскатке штаб-необтарений в Казани. После раскатки в Казани общаемся с Германом Руссовым. Герман, рады видеть тебя в основной группе на льду. Как себя чувствуешь? Да все хорошо, нормально, отдохнул пару дней. Готов играть. Мне кажется, что ты немножко в нос до сих пор говоришь. Ну, есть немножко. Хорошо, смотри, ты сегодня, скорее всего, будешь играть в такой интересной штуке. Сетка. В ней обычно играет до 18 лет, правильно? Чувствуешь, что вернулся в юношную хоккей или нет? Я не так давно ее снял, 4 года прошло. Ага. Как оно влияет вообще на обзор площадки? Видишь лучше, хуже? Чувствуешь себя защищеннее? Да, я думаю. Ну, вот только чувствую себя защищеннее. Больше особо нет отличий, мне кажется. Ладно, скажи честно, мама волновалась, когда у тебя попала шайба? Звонила тебе? Да, я ехал в больницу, она позвонила, мне спросила, что случилось. Я там... Ну, я сам не знал, что случилось. Перелом, не перелом. Потом... Ну, волновалась, конечно. Как зовут мама? Марина. Марина, мама Германа, не волнуйтесь, с ним все в порядке, он сегодня будет в Казани. И это уже отклонил. Я memang не привык, а вы даже не знали не нового дома. Это в Казани. Я так сейчас уточнюю. Чтобы было разрешене. Реклама. Она увлекает. В béнинде. Удиверы. 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 В Vas strangely. Удиверы. 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 Вта всивера. Удиверы. Удиверы. Режим грязных и чистых зон носит коррективы в работе абсолютно всех служб хоккейного клуба. Например, наш видеотренер Павел Смирнов находится не на привычном месте, где-то там под крышей арены, а вот так вот сидят в раздевалке и смотрят игру в телевизоре. Но даже после первого периода, когда мы зашли, мы понимали, что у нас есть все шансы и победить, и играть с ними на равных как минимум. Когда зашли после первого периода в раздевалку, нам тренерский штаб показал пару моментов, которые мы должны были исправить. И то желание, которым мы вышли во второй период, надо закрепить это желание, запомнить, как мы играли. И голы забивали те, которые мы можем забивать не только во втором, а и в первом периоде. Просто были те моменты, которые мы с мясом шли на добивание, мы с мясом шли за каждый отскок, мы не отбрасывались от шайбы, мы пытались выиграть те шайбы, которые до этого мы проигрывали. Не знаю, насколько ты внимательно следить за нашими социальными системами, но, к сожалению, очень много шишек от наших боющихов сыплется на главного тренера, на тренерский штаб. Когда я это читаю, мне кажется, что это крайне несправедливо. Все правильно. Мы все в одной лодке. От всех ждут результата. Понятно, что от главного тренера это спрос больше, но не надо ни с кого не снимать ответственности. Мы все сейчас одна большая семья, и каждый должен приносить результат. И сказать хейтерам, что бывает такой период жизни, что нужно пройти через это. Мы делаем все, и мы видим, как результат приходит. С каждой игрой мы становимся лучше, и команда становится более сплоченной. Когда мы выходим на матч, всегда счет 0-0. Когда можно проигрывать 3-0, 3-1, как вчера, и сравнять 3-3, и, ну да, мы не дотерпели. И я просто хочу попросить наших болельщиков просто верить команду и быть не только в хорошие положительные моменты, но и быть, когда и нам нужна их поддержка. Давно не забивалось, сколько, 6 месяцев назад последний гол в официальной встрече, когда забивалась игра за «Спартак» в «Динамо». Это придает уверенности, и надо просто продолжать. Летом просмотрел сериал «Последний танец» Майкла Джордана. Советую всем посмотреть его. Там настолько сила характера Джордана, которая позволяла просто одному человеку зарядить всю свою энергетику, всю команду. И было такое, что сейчас я в этой команде, и я должен тоже привносить что-то свое. И я думаю, молодые игроки, которые для кого-то сейчас первый сезон, они видят, что тут взрослые бьются, и это не просто так вышел, проиграл, и как бы с тебя это все... Ну, в следующий раз сможет выигрывать. Не будет в следующий раз, надо выигрывать здесь сейчас, и результат на табло, как мне всегда говорит моя жена, то, что результат на табло. Все, что было в Казани, остается в Казани. Прямо сейчас мы в УК и готовимся к матчу против Салавата Юлаева. Кстати, самое время объявить итоги нашего прошлого конкурса. Под нашим прошлым видео мы спрашивали, как называется вот эта вот штука. Так вот, эта штука называется граната. У нас есть два победителя. Ребят, пожалуйста, следите с нами в группе ВКонтакте, и мы обязательно вышлем вам крутейшую атрибутику хоккейного клуба Сочи. Но на этом мы не останавливаемся, у нас будет еще много классных конкурсов, и один будет уже в конце этого видео, поэтому обязательно досмотрите наше видео до конца. Прямо во время раскатки в УК, общаемся с тейнером по физической подготовке, Кевином Чепаном. Кевин, мы уже играли 6 игр, что ты можешь сказать о физической кондиционерной команды? Я думаю, что наша команда в очень хорошем форме. Мы работаем очень сильно, на иностранном и на иностранном, и я думаю, что наша кондиционерная команда очень хорошая. Как вы видите в нашей игре, мы играем быстрее, мы играем сильнее, и я думаю, что победы начнутся. Какие игры не будут готовы? Без быстрее физической подготовки, это сложно сказать, потому что выбрать один, я не думаю, что это правило, но один человек, который действительно интересен, это Малте Стромвол. Значит, теперь я должен сказать только что происходит. Кто лучший человек в шаге? Шаге? Никита Седов. Кампин. Кампин, Малте. Кампин, Кампин. Ленис. Сколько? Ленис, он может сделать около 15. 15? 15, да. Вот он. Привет, ребята! Он спросил, кто сильнее. Я сказал, что ты. Happy New Year! Мы снова идем. У нас есть игра против Уфа. Ваши предпочтения? Я думаю, что это будет большая ночь для нас. И я думаю, что мы победим большим. Мы нужны. Да, конечно. Мы победим сегодня. Давайте посмотрим. Поехали! Друзья, мы точно знаем, что в Уфу нас поддержать приехала группа поддержки из Ижевска, команда Ишталь. Ребята, наши партнеры в высшей хоккейной лиге. Мы хотим сказать огромное спасибо. вот они где-то вот здесь вот сидят. Данил потом смонтировал, что они будут у меня на кончике пальца. Спасибо, ребят! Надеемся на дальнейшую поддержку и обязательно приедем поддержать вас! После матча в Уфе общаемся с Павлом Букшталем. Паша сегодня не забивал, но сделал, мне кажется, один из самых главных сейвов в сегодняшней игре. Я видел это своими глазами, закрыл ворота с собой, когда понял, что вратарь не сможет сыграть. Так было? Ну да, это часть игры, приходится иногда спасать в таких ситуациях. Ожидал этого броска? То есть ты видел, что по траектории, скорее всего, будет бросать в тебя? Да, я уже ждал, приготовился. Но попало все-таки в незащищенное место, правильно? Да, но ничего, это хоккей, это часть игры, поэтому мы готовы к этому. Главное, что не забили, так что... Было здорово, я скажу так. Мы уже передавали привет маме Германа Рубцова. Как твою маму зовут? Светлана. Светлана, мама ваша, с ним все нормально, вроде бы ничего не опухло. Все хорошо, жизнь здорово. Значит, молодцы, да, и характер проявили, и волю, и играли. Светлана. 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 Мы什麼 новую победу в основное время? Привозим Сочи не только победу, но и конкурс. Вот такой замечательный Снэббэк у нас есть, мы его разыграем в комментариях. Оставляйте в комментариях под этим видео порядковый номер вашего комментария и в три фамилии игроков. Мы обязуемся взять автограф этих трех игроков прямо вот сюда, и подарить вам этот крутой снэбэк. Еще раз механика. Порядковый номер комментария, три фамилии, мы делаем три автографа сюда и дарим вам. Поехали!